В спорткомплексе «Энергия» состоялся чемпионат и первенство Центрального федерального округа по Кабудо. Иваново первым из городов ЦФО достойно чести принять приверженцев японского вида единоборств. Хотя именно это традиционное боевое искусство в областном центре стало развиваться относительно недавно, с 2009 года. Мы набрали достаточно неплохие, я считаю, обороты. У нас порядка 100-150 спортсменов, тренирующихся во всех возрастных категориях. Это начиная с пяти лет мы начинаем принимать к обучению и заканчивая старшими. В ноябре мы принимали участие в чемпионате России. До предистала, к сожалению, не добрались, но в пятерку лучших наши спортсмены вошли. Ивановские спортсмены еще достаточно молоды. Бои в полный контакт разрешаются проводить среди ребят старше 10 лет. До этого возраста большое внимание уделяется общей физической подготовке и изучению приемов. Большинство выбирают этот вид спорта, чтобы научиться постоять за себя. Выбрала этот вид спорта еще 4 года назад, мне было 6 лет. Я пришла с папой к его другу и понравилось заниматься. Чтобы себя защитить и кого-то, семью, может, друзей. И только для самообороны. Когда молодежь набирается опыта и выходит на татами, неотъемлемым условием участия становится специальная экипировка. Шлем, жилет, защита на ноги и перчатки. Работа проходит в полный контакт с применением бросковой техники, с применением болевых приемов. И наличие оборудования достаточно важно, чтобы минимизировать все травмы, которые только возможны. Плюс у нас идет очень жесткая работа, сейчас начинается с судейским корпусом, в плане контроля по работе за спортсменами, чтобы убрать всю грязную технику, всю опасную технику, которая может привести к травмам. В наибольшей популярности кубудо сейчас пользуется у подростков. Одно из направлений этого восточного искусства – демонстрация приемов обороны с оружием. Варианты могут быть различными – шест, весло, серп. Использование этих предметов делает выступление зрелищным. Но и практическая польза от занятий кубудо, безусловно, есть. Спортсмен, владеющий приемами боевого искусства, в любой ситуации сможет за себя постоять. Любовь по чернику, Олег Милехин, РТВ Иваново.